Договорились об условиях транзита газа и его поставок Украине до конца марта будущего года. После завершения трехсторонних переговоров, свои подписи под итоговыми документами поставили министр энергетики России и Украины Александр Новак и Юрий Продан, а также еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Украина получит от России 4 миллиарда кубометров газа и заплатит часть задолженности Газпрому до конца года. Мы приняли промежуточные решения, временные решения, которые будут действовать до конечного урегулирования нашего газа в спорах с Россией в стокгольмском суде, сказал украинский министр. Его российский коллега прокомментировал соглашение так. Российская сторона по многим вопросам пошла навстречу нашим коллегам, в том числе и в вопросе цены, в вопросе реструктуризации задолженности. Это действительно наш вклад в том, чтобы были найдены компромиссы в целях стабилизации ситуации на Украине, в целях прохождения осенне-зимнего периода и в целях надежного транзита и энергобеспечения европейских потребителей. Стороны договорились о цене на газ для Украины в 378 долларов за тысячу кубометров. Часть задолженности перед Газпромом Украина должна погасить двумя траншами. Первый должен быть внесен до конца октября, второй – до конца года, остальное – в будущем году. При этом Александр Новак подчеркнул, что в ноябре поставки газа на Украину по предоплате начнутся только после выплаты первого транша, а поставки в январе – лишь после выплаты второго. Зима не ждет политических решений, постепенно вступает в свои права и на Украине. Температура воздуха в Киеве уже опускалась ниже нуля. Президент Порошенко приказал начать отопительный сезон по всей стране. Власти столицы уверяют, что в большинство жилых домов тепло уже пришло. Однако местные жители порой рассказывают совсем другие истории. Батареи как были холодные, так и остаются холодные. Когда приходишь вечером домой, нет возможности ни включить плиту, ни погреться. Просто трудно находиться в квартире. Боишься даже снимать с себя верхнюю одежду, потому что реально чувствуешь в квартире холод. Еще сложнее ситуация в Донецке. В Донецке уничтоженная войной инфраструктура коммунального хозяйства оставляет жителям города совсем мало надежды на комфортную зиму. Электричество здесь заменяют свечи, пищу порой готовят на костре. Убежище, потому что он маленький. Ладно, у нас там тепло. Не знаю, зимой. Если крышу до зимы не сделают, вот это все, оно просто рухнет. Снега, а снега большие, а мороз, а начнет это все таять, и оно просто все рухнет. В Донецке электроцентрали пострадавшие от боев расположены как раз на линии огня, обстреливаемые как сепаратистами, так и украинскими военными. Попытка починить оборудование и включить тепло может стоить жизни. Президент Буркина Фасо Блэс Кампаура отменил чрезвычайное положение в стране и объявил о готовности к переговорам с оппозицией на предмет формирования переходного правительства. Заявление президента было передано по телевидению. В нем Кампаура обещал после переходного периода передать власть. Ранее он распустил правительство и вел в стране чрезвычайное положение в связи с массовыми протестами. Оппозиция выступала против попыток президента остаться у власти после 27-летнего правления. Командующий вооруженными силами Буркина Фасо генерал Анаре Траоре объявил, что в стране будет создано переходное правительство, которое проработает не дольше года. На прошлой неделе правительство Буркина Фасо объявило о намерении провести референдум с целью внесения поправок в Конституцию, которые позволили бы Кампауру баллотироваться на новый президентский срок. Намеченное на четверг голосование в парламенте было отменено после масштабных акций протеста и волнений в столице Уагадугу и других городах. Демонстранты подожгли парламент и штаб-квартиру правящей партии. Несколько десятков буркинийцев, проживающих во Франции, провели мирную демонстрацию у посольства Буркина Фасо в Париже. Они призвали президента Буркина Фасо Блеза Компауре уйти в отставку. В руках этого демонстранта плакат. Буркина. Вашингтон осуждает. Париж хранит молчание. Манифестация была организована у буркинийской оппозиции. Участники акции говорили, что власть в Буркина Фасо должна быть возвращена народу. В четверг Компауре объявил о распуске правительства и введении в стране чрезвычайного положения в ответ на массовые акции протеста. Израильские власти открывают в пятницу доступ на храмовые горы в Иерусалиме, где находятся мечети Алякса и Кубата Сахр. Но при их посещении будут действовать возрастные ограничения. Так мужчины моложе 50 лет пропускаться не будут. Доступ к храмовой горе, которая является священным местом и для евреев, был закрыт из-за беспорядков. Они вспыхнули в четверг утром, когда израильские силовики пытались арестовать палестинца, подозреваемого в нападении на раввина. Полиция штурмовала его дом, а палестинцы пытались этому помешать. В ходе операции подозреваемый был убит. В двух районах Иерусалима у подножия старого города произошли столкновения между палестинской молодёжью и израильской полицией. Похороны палестинца состоялись в четверг вечером. Провожавшие его в последний путь скандировали гневные лозунги и призывали к отмщению. В Восточном Иерусалиме были приняты повышенные меры безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал закрытие храмовой горы объявлением войны. Мадрид отвергает любое обсуждение вопроса в отделении Каталонии. В четверг испанские власти получили заключение госсовета, на основе которого могут обжаловать в Конституционном суде намерение Барселоны провести опрос населения. Решение об обращении в суд кабинет министров примет в пятницу. Государственный совет, консультативный орган при правительстве признал планируемый на 9 ноября опрос населения о суверенитете Каталонии антиконституционным. Премьер-министр Испании Мариан Рахой был категоричен. Мы стали свидетелями подготовки к проведению этого, даже не знаю, как его назвать, не уверен, что это вообще может быть как-то названо. Словом, подготовки к некому псевдоопросу, который вообще не имеет права проводить. Всем известно, что он не соответствует стандартам демократии, не соответствует закону, а значит, не будет иметь никакого смысла. Ранее Конституционный суд Испании признал незаконным проведение в Каталонии опроса населения, отменив соответствующий указ власти Барселоны. Каталонские националисты предлагают все решения суда игнорировать. Давайте не будем повиноваться. Весь вопрос в том, подчиниться или не подчиниться. Если мы хотим, чтобы нас уважали как народ, как общество, мы должны провести голосование. Другого выхода нет. После того, как Конституционный суд заблокировал подготовку к опросу, премьер-министр Каталонии Артур Мас заявил, что вместо него будут проведены консультации с населением по инициативе общественных организаций. Но в Мадриде утверждают, что каталонские власти организуют опрос сами. Далее в новостях бизнеса. Американская экономика в третьем квартале росла медленнее, чем во втором. Но все равно быстрее прогнозов. Число безработных немцев сокращается. Но что будет дальше с состоянием экономики Германии, тревожит экспертов. Продолжение следует... Продолжение следует... Экономика Америки прибавила 3,5% в третьем квартале. Таковы первые оценки Департамента торговли США. Рекорда второго квартала плюс 4,6% ВВП повторить не удалось, но рост все равно обогнал прогнозы аналитиков. Эксперты полагают, что толчок экономики обеспечило увеличение экспорта, сокращение трат на импорт топлива и, самое резкое с 2009 года, увеличение военных расходов государства. Это помогло компенсировать замедление роста капитальных вложений, строительства и трат американских потребителей. Между тем, накануне Федеральная резервная система США, как и собиралась, завершила программу выкупа облигаций, так называемое количественное смягчение. Впервые с начала кризиса крупнейшей мировой экономики придется обходиться без притока дешевой ликвидности. Правда, рекордно низкие почти нулевые ставки по кредитам регулятор обещал не менять долго. Число неработающих в Германии сократилось, но недостаточно для снижения уровня безработицы. По данным Федерального бюро занятости, количество зарегистрированных на бирже труда в октябре уменьшилось на 22 тысячи без учета сезонного фактора до отметки 2 миллиона 880 тысяч. По этой методике учета безработных в стране 6,7 процента, и этот показатель не менялся с весны. Между тем, в последнее время хорошие новости о состоянии крупнейшей экономики Европы редкость. В летние месяцы на фоне проблем еврозоны и кризиса в отношениях с Россией Германия отчиталась о сокращении промышленного производства и экспорта. Правительство ухудшило прогноз роста ВВП на этот год до 1,2 процента. Считается, что рынок труда реагирует на изменения экономической конъюнктуры с задержкой на полгода. Так что нынешний негативный тренд может сказаться на безработице этой зимой. Башнефть переходит в руки государства. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры, которая потребовала от нынешнего владельца нефтяной компании, АФК-системы и ее дочки, Продолжение следует...